всем привет все наверное уже закатали помидорки а я еще нет смотрите купила вот такие помидорчики по 10 гривен за килограмм вы скажете где же такая цена в украине смотрите они немножко подвявшие и такие как бы может быть на сок или еще на что-то такое вот на борщевую заправку подходят да ну а я их закатаю купила на 70 гривен смотри смотрите хорошая помидорка ну чуть подвявший ну ничего страшного что страшного зато маленькие такие аккуратнее так далее сейчас показываю рассказываю самый классический любимый наш рецепт сладких помидор банки литровые стерилизую и крышки наполняю каждую банку зонтик укропа лавровый лист лук полукольцами так чеснок у меня лежал в морозилке его разморозила чайную ложку натертого чесночка учить можно и больше тут заманы там по плану дальше идет теперь перец дух мяный перец дух мяный два-три штучки вот так вот перец обычный черный горошком но мы нашим так и уже все уже перед такой вот это перчика этого нет теперь я хочу добавить базилик сушеный пока я хотела приготовить рецепт один из базилика поделиться с вами базилик у меня высох так эти баночки тоже базилик аромат приятный с базиликом вообще помидоры базилик это как брат и сестра любят помидорки базилик так и так наполняю каждую баночку и заполняю баночки помидорами сильно не утрамбовывая пересматриваю чтобы нигде не попались с гнилостными вот такими вот вещами да то есть чтобы помидорки были хорошие вот видите ци . я косня на мне не подходит отбрасываем ее в сторонку наполнила я баночки смотрите сколько мне еще помидорок из этих 7 килограмм осталось а потом я просто перекручу перекручу на мясорубке такие помидорки так отставляю теперь нам нужно измерить сколько у меня здесь воды уйдет потому что вода у нас в городе покупная мы сейчас все бегаем за водичкой в очередь то есть разхлёпывать тудым-сюдым никто не будет так 1 баночка 2 1 литр воды и истрепала цель и набегают с этими баклажками если бы вы увидели какие очереди стоят за водой это вообще закончилась и папе я с электричеством началась с водой войдет в историю этот рецепт если даже кто-то забудет то видео напомнит всегда о том как мы мучаемся здесь с водой этой да так это у нас получается 2 литра 2 литра хорошо получается не вытрепать лишнего ничего полулитровую баночку берем два с половиной литра вот так значит три литра воды уйдет вот это консервирование моей боже кого я цены суть в воду из магазина если бы кто знал что я только не говорю плохое потому что у меня руки болят я а я вот затяну понимаете вот такие дела друзья мои вспоминайте потом викины нервничай так ну а теперь сливаем в кастрюлю и будем готовить рассол на 3 литра воды для маринада на каждый литр воды 6 столовых ложек ложек сахара то есть здесь у меня 18 столовых ложек сахара вот таких вот так вот таких и четыре с половиной ложки соли такие не очень полные 2 3 4 то есть получается на каждый литр полторы столовых ложки соли у нас же очень сладкие помидоры потому сахара 6 ложек на литр полторы столовых ложки не очень полных соли соль у меня каменная нигер не егерованная ни в коем случае закипает рассол добавляю сахар соль то что мы уже приготовили сейчас как только закипит добавлю уксус сахар соль растворились добавляю уксуса 240 миллилитров из расчета на каждый литр 80 грамм все будет в описании именно граммов к если кому нужно на 2 на 3 на 5 на 10 литров рассчитывайте на литр 80 грамм сейчас довожу до кипения заливаю каждую баночку маринаду только очень аккуратно нужно это делать потому что водичка горячая нанизываю крышечку и переставляю в кастрюлю для стерилизации и проделываю каждую баночку то с момента закипания водички 5-7 минут стерилизуем здесь литровые банки если пол-литровые банки немножко меньше если полтора литровые 8 10 минут и вы бутыль 15 минут вот так как то так а тем временем у меня остался рассол посмотрите сколько за вот этого количества я одну баночку просто сложила специи травы и ой аккуратненько хочу просто за горячим залить можно холодный можно горячим потому что эти помидоры я съем очень быстро тут как маринованные помидорчики быстрого приготовления еще сюда чесночка чуть больше добавить . я делала так и остынет накрою крышкой постоят сутки потом переставлю в холодильник эти помидорки то есть растол я не выливаю никогда закатала укутала остыли помидоры это очень вкусный рецепт мы готовим его очень давно то есть мы я друзья вот эти помидоры я храню в квартире они кушаются как семочки очень вкусно а как помидоры закатываете вы напишите в комментариях зрителя моего канала будет очень интересен ваш опыт а на этом я говорю вам до свидания до новых встреч на моем канале пока пока